МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он говорил, жизнь нужно прожить незаметно. Избегал журналистов и актерские тусовки, любил греческих философов, увлекался астрономией и серьезно занимался йогой. Когда ему стало плохо с сердцем, его увезли в больницу, все сразу узнали в нем героя многих популярных фильмов. Поклонники его таланта не обратили внимания на то, что в данный момент их любимый артист находится в тяжелом состоянии и просили у него автографы. 18 октября его состояние ухудшилось. На следующий день актер потерял сознание. Последние несколько часов его дочь была рядом, но так и не дождалась, чтобы папа открыл глаза. 22 октября 2001 года народный артист России, последний из знаменитой тройки трус, балбес и бывалые ушел из жизни. Этого человека звали Георгий Витцин. В детстве Георгий Витцин был очень застенчивым ребенком. Именно возможность замаскироваться и спрятаться от жизни, как он сам говорил, и привлекло его в профессии актера. До преклонного возраста Георгий Михайлович оставался замкнутым человеком, поэтому многое, что касается его биографии, оставалось для окружающих тайной. Даже год и место рождения, которые были указаны в его паспорте, не соответствовали действительности. Когда все журналисты бросились справлять его день рождения в 80-летие, он говорит, ну журналистам нравится праздновать, пускай празднует, а я в этом деле не участвую. И боком-боком ушел. Знаменитый советский комик родился 23 апреля в 1917-м в Финляндии, в местечке Тириоки. Ему не было и года, когда его родители переехали в Москву. Его мама работала билетершей в колонном зале Дома Союзов, и частенько, когда сын подрос, брала его с собой на работу. Там он впервые почувствовал тягу к сцене. В 12 лет Витцы начинает выступать в спектаклях школьной самодеятельности, куда он пришел, по словам самого актера, чтобы побороть свою природную застенчивость. Это ему не удалось, зато именно там он начинает постигать мастерство перевоплощения, которое с годами доведет до совершенства. Был такой артист, очень талантливый, интересный артист, Борис Владимиров. Он мне однажды говорит, Володь, ты Витцына когда-нибудь видел на сцене? Я говорю, нет, а кто такой? Он говорит, это надо смотреть. Я вот хожу по многу раз на один и тот же спектакль с его участием, и учусь у него больше, чем учусь вот на студенческой скамье здесь. И я помню, как я попал на спектакль «Невольница» по пьесе Островского. И на сцене возник человек очень старый, очень немощный, полупьяненький, несчастный человечек, слуга Мирон и в исполнении Георгия Витцына. Здравствуй, Мирон. Что ты? Слышал, что у вас человека нет. Желаю послужить вам, Невдоким Игоревич, по-старому, как прежде я вам верой и правдой. Режиссер самодеятельного драматического кружка заметил способность Витцына к перевоплощению и посоветовал ему выбрать профессию актера, которой Георгий Михайлович будет верен до конца своих дней. Несмотря на то, что большинство поклонников Витцына помнят его в комедийных ролях, Георгий Михайлович начинал свой творческий путь как серьезный актер. И вот вижу я этот облик этого человека в берете с перышком, нелепый. Он еще коленем подкладывал такие ватные штуковины, чтобы колени были совсем такие, знаете, старческие, ревматические. И пластика от этого у него была. Он не был похож на Мирона в «Неволенцах». Нет, это был человек из той какой-то полуфантастической английской жизни 16 века. Был настолько убедителен, трогателен, смешон, что повторить его было невозможно. В молодости он часто играл пожилых людей. А чем старше становился сам, его герои с точностью, наоборот, были моложе и моложе. В 36 лет он сыграл Деда Мусия в фильме «Максим перепелица». А в 48-м он блестяще справился с ролью 20-летнего юнца в картине Константина Воинова «Женитьба Бальзаминова». Вы стихи читаете? Я больше всего чувствительными стихами занимаюсь, которые выражают любовь, разные страдания. А то много теперь стихов написано и таких, которые ничего не выражают. Так это для меня неинтересно. Прочтите нам что-нибудь, мы послушаем. А у меня дома тетрадка есть для стихов. Вот я в нее и вписываю. Если прикажет, я принесу столько что хороших стихов нынче достать негде. В репертуаре Георгия Витцина мало положительных ролей, но характеры его персонажей не были однозначно отрицательными. Он играл обаятельных и забавных негодяев, недотепистых плутишек, искренних обманщиков, мечтательных жадюк, бандитов-неудачников. Ну, иди займись вождем краснокожих. Готовьте завтрак, отдыхайте. А я пойду на разведку. О, я пошел. Сэм, может быть я пойду на разведку? Не-не-не, я пойду на разведку. Ты за меня не беспокойся. Ну, хорошо. Отдыхайте. Я пошел. Его первой серьезной ролью на экране был Гоголь в картине Григория Козинцева «Белинский». Да, я выльтый по внутренним свойствам, по душевным складу. Я похож. Да, это мои чувства. Это моя ампула. Я же молодо играл. Любил гримироваться, себя скрывать от зрителей я очень. Я их боялся поначалу. И старался себя заклеить. Однако настоящий успех пришел к Витцину после фильма «Запасной игрок», где 37-летний артист сыграл молодого юношу Василия Снушкина, которому было, опять же, не больше 20-ти. Не только ноги нужны в футболе, нужна в футболе, между прочим, голова. Зрителям понравился этот герой. Застенчивые, но болеющие за свое дело, способны совершить благородный поступок. По горячим следам и тому же удачному эталону был снят фильм «Ана вас любит», где развивалась тема истинного, а не показного героизма и душевной взыскательности. В это время Витцина уже узнают на улице и просят автографы. Но так как в жизни он по-прежнему оставался очень скромным человеком, эта сторона славы его тяготит. И получилось так, что после спектакля мы пришли к Витцину познакомиться. И он был прост, и не был тогда он еще известен, как позже. И он говорит, ну что, что, дурачье, в артисты тоже кинулись. Зачем? Говорил, по-моему, на самом деле он свое дело любил и в этой профессии был прописан накрепко. Режиссер Григорий Козинцев хотел сделать из него положительного киногероя с легким налетом иронии. Однако Леонид Гайдай для своих фильмов представлял его в совсем другом образе, с которым в реальной жизни Георгий Витцин не имел ничего общего. Уже в начале 60-х на экраны кинотеатров вышла карткометражка «Пес-барбос» и «Необычный кросс», в котором обрели свое рождение знаменитые и так любимые зрителями персонажи «Трус, балбес и бывалый». Образу труса был посвящен целый период творчества Витцина. В компании балбеса и бывалого он перемещается в операцию «И» и «Кавказскую пленницу». Нелепая сатирическая троица была придумана, чтобы обнажить и высмеять общественные пороки. Трус Витцина – типичная конторская крыса, интеллигент, каким его видит народ. Он не был таким уж боязливым, но постоянно витал в облаках. У многих героев Витцина в дальнейшем была та же маска, с привычными вздохами, походочкой и с дежурным набором аксессуаров. Портфель, галстук, котелок, очки или просто близорукий взгляд. Даже отпетый уголовник хмырь, которого Витцин сыграл в джентльменах удачи, в чем-то интеллигентный и мягкий человек. Вопреки стереотипам, которые создавали у зрителей героя, сыгранные Витцином, Георгий Михайлович в реальной жизни никогда не курил, не любил алкоголь и старался избегать любые праздничные застолья. Как только стол, он тут же говорит, особенно на 70-летие Николь, но он мне шепчет Витцин в ухо, главное – вовремя смыться, чтобы не вступать в контакт и не садиться за стол. Это было самое главное, потому что самое страшное, что придумало человечество, говорил Витцин, – это застолье. И пить будешь по-старому? Нет, зачем же? Помилки это даже, совсем даже лишние. Зачем? Зачем? Пить? Пить не надо, Юдаким Егорыч. Ну, его. Врагу не пожелаю. А как же это вы? Вы хотите, чтобы я пил? Да вовсе я не хочу. Чего ты взял? Нет, Юдаким Егорыч, это уж теперь от меня не дождетесь. Я от себя надеюсь. Ну, вот и прекрасно. Ну, как бы было в этом что-то хорошее такое, тогда пожалуй. Ну, а чего не выпить? А то ведь это что? Это одна наша глупость. Даже со вредом. Зачем же это? Зачем это? Кто себе враг? Кажется, наставь мне в рот воронку и насильно лей, и то я... Нет, не согласен. Он был отъявленным трезвенником и всю жизнь занимался йогой. Он не забывал делать ее даже на съемочной площадке, чем поражал всех присутствующих. Однажды на съемках Витцин уже после команды «Мотор» посмотрел на часы и сказал, «Стойте, мне надо 15 минут позаниматься». И 15 минут стоял на одной ноге и глубоко дышал носом. А вся группа терпеливо его ждала. Когда Витцину будет тяжело заниматься йогой, он будет просто много времени гулять на свежем воздухе. Личная жизнь Георгия Витцина всегда была окутана тайной, поэтому поклонникам и журналистам приходилось удовлетворять свои любопытства слухами. Еще во времена его работы в театре имени Ермоловой в творческой богеме болтали, что Георгий Михайлович увел жену у своего учителя Николая Хмелева. В этом случае сплетни были не беспочвены, но отношения Витцина с супругой Хмелева продлились недолго. Грубый век, грубые нравы, романтизму нету, не дают человеку спокойно жить. Свою будущую жену Георгий Витцин встретил в конце 40-х. Художница и бутафор Тамара Мичурина, внучка знаменитого ученого, увидела будущего супруга на фотографии в фойе театра имени Ермоловой, когда пришла устраиваться на работу. Труппа в это время была на гастролях. Тамара до сих пор не может объяснить, почему ее взгляд остановился на фото Георгия Витцина. Их встреча состоялась, когда театр вернулся в Москву. Георгий пришел в реквизиторскую, где Тамара с подругами отмечали праздник. Через год Витцин с Мичуриной поженились. Первые несколько лет молодожены жили в одной комнате с мамой Георгия в коммунальной квартире, где помимо них было еще 20 человек. В отдельную квартиру семья Витциных переехала только в середине 50-х. Георгий Михайлович, в отличие от многих своих коллег, никогда не просил помощи у руководства. Удивительный человек был, совершенно не от мира сего. Ему причиталась премия, премия денежная. И говорит, если вы не возьмете до 12 дня в банке, все, деньги улетят. Он пошел в банк, зашел в букинистический магазин, там проторчало у полки и забыл вообще, пришел к часу дня, уже все. И деньги пропали. Причем сумма была приличная по тем временам. Граждане новоселы, внедряйте культурку! Вешайте коврики на сухую штукатурку! Никакого модернизма, никакого абстракционизма! Сохраняй стены от сырости, вас от травматизма! Налетай! Торопись! Покупай! Живопись! Витцин на гастролях, это была примета вот его человеческого какого-то тепла, очень часто помогал молодым артистам, только что принятым в театр, которые, ну, копеечную зарплату имели, а он уже снимался, и он, нет-нет, да подкидывал какие-то деньги ребятам для того, чтобы они, ну, попросту, ну, понимаете, почти, да, вообще не голодали. И очень часто он так полушутливо кого-то там напоминал, говорит, а ты помнишь, что ты у меня 10 рублей брал? Забыл? Ну и хорошо, что забыл. Может, когда-нибудь вспомнишь, когда мне понадобится. Георгий Михайлович всегда был выше мирской суеты. Призывая всех к умиротворению и благоразумию, он говорил, если выработаешь философское спокойствие, то обретешь подлинное мышление. Этому девизу Сервантеса сам он следовал до конца своих дней. В 80-е годы Витцин мало работал в кино. За 10 лет он снялся всего лишь в трех фильмах. Сказывались и возраст, и отсутствие хорошего материала. Ведь отечественный кинематограф не очень медленно, но верно приходил в упадок. Когда в театре-студии киноактера разгорелся скандал в связи с приходом туда нового руководителя, Витцин тихо ушел на пенсию. Позднее, если он и снимался в кино, то в небольших ролях, о которых он не любил говорить. Почему я не снимаюсь в новых комедиях? Вот уже когда перестрою, говорит, не то, что я не могу, они не могут. Они не могут, говорит, просто не могут. Потому что, ну куда мне, говорит, сниматься, когда один секс, одни мордобои, одни драки, говорит, я не вписываюсь в этот вертеп. В тени Арбатских переулков прохожие часто видели человека в демисезонном пальтое, надвинутой на лоб кепке, щедро кормящего голубей. Его любовь распространялась не только на пернатых. Он смешной был человек. Ему говорят, Георгий Михайлович, скажите, пожалуйста, ну вот вы считаете, что нельзя обижать животных, что любых, всяких, всяческих, а если мыши в доме заведутся, я их обижать не буду, пусть живут, пусть живут. И вспоминал чеховскую фразу из одного юмористического рассказа. А я им говорю так, живите, плодитесь и размножайтесь. Однажды зимой на улице Витцин нашел умирающую собаку. Он ее привел домой, отогрел, накормил и дал имя Лай. Ты меня любишь, да? Я тебя спас. Это я тебя на ручках принес. Ты такая была несчастненькая. Ты так бегала между людьми. Я тебя спас. Я тебя спас. Ты хорошая девочка. Мне тебе жалко было. И у меня оказалось три собаки. Когда в доме было уже три собаки, жена начала протестовать против такой благотворительности. Витцин не стал спорить с супругой и каждый день в любую погоду выходил на улицу, чтобы покормить всех бездомных животных и птиц, которые по походке его узнавали издалека и мгновенно окружали со всех сторон. Когда Витцина увезли в больницу, Лай долго не находил себе места. Он с явной неохотой шел на улицу с дочерью Георгия Михайловича. Лай еще долго ждал возвращения своего хозяина. Но он так и не вернулся. Витцин – один из самых популярных актеров прошлого столетия, биография которого полна многочисленных загадок и тайн. Если на экране он часто появлялся в образе отпетого негодяя и алкоголика, то в жизни у него не было вредных привычек, и он серьезно увлекался йогой. Георгий Михайлович создал амплуа криминального клоуна и показал, что у персонажей такого жанра тоже бывает душа и характер, к которым надо относиться уважительно. Он приучал прощать неправильных людей и понимать, что человеку вообще свойственно несовершенство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok